Аня, с победой! Правда ли, что ты изначально думала, что нам достанется Португалия? Спасибо большое. Да, когда был опрос, и я не знаю, почему, что это такое было, но я проголосовала, ну, как, отметила Португалию, что нам попадет в Португалию, и я почему-то была уверена, что она будет. И мысли были, что нам попадет в Португалию, и мы пройдем. Ни разу мы не проигрывали до этого. Это помогало психологически? Естественно, это был большой плюс, так как у нас не было, ну, у нас с ними одни победы, поэтому, выходя, мы уже понимали, что мы их обыгрывали, и, в принципе, надо просто собраннее, и плюс мы готовились достаточно долго времени к ним, и, ну, у меня другого варианта не было. Как у тебя проходила подготовка перед стыками? Удавалось поспать или нервов было очень много? У нас были теоретические занятия, поэтому, ну, как бы, все, там, как по режиму было. То есть, вот настолько, чтобы я нервничала, такого не было, потому что у нас достаточно долго времени было, и, то есть, мы так все распределили, что было время и подготовиться, было время и для тактики, было время для тренировок и для сна. То есть, все шло своим чередом, как должно быть. Выходы на чемпионат Европы еще не приелись, у тебя уже третий. Ну, нет, ну, хватит. Я еще молодая и красивая. Ну, вот, помню, с тобой разговаривали где-то за полгода до этого, ты говорила, что большая мотивация для тебя попасть на чемпионат Европы. Вот сейчас есть ощущение, что мечта в очередной раз осуществилась? Ну, конечно. Ну, вы не смотрите, что эмоции не такие. На самом деле, внутри это все очень бурно, потому что сейчас там тоже, кто первый раз в стыках, кто первый раз выходит, у них, наверное, более эмоции такие яркие и какие-то внешние. У меня внутренние, потому что я уже выступаю вроде как опытного игрока, вроде как больше там помощи для них, подсказывать что-то. Ну, то есть, чуть-чуть немного другое. Поэтому, но эмоции внутри, радость та же. То есть, вы не подумайте, что я не рада. Спасибо большое. Победа. Спасибо. Спасибо.